Утро на ЕСЕЕ При оформлении билета, обратите внимание, разрешен ли провоз в вагоне животных. С этого года не нужно оформлять ветеринарные сопроводительные документы. Это норма действий в случае, если у питомца не менялся владелец, и перевозка не связана с предпринимательской деятельностью. В поездах дальнего следования разрешается провоз мелких домашних животных, не более двух. Получается, что провоз домашних животных необходим для этого специальная тара. Контейнер либо... Но контейнер не должен превышать 180 сантиметров в трех измерениях. Но для провоза крупной собаки, например, необходимо выкуп полностью купе. Стоит отметить, что провоз животного в вагоне – услуга платная. Покупая билет на самолет, опять же, необходимо предупредить авиакомпанию о том, что вы будете перевозить животное. У каждой свои правила. Подготовьте документы, справки, паспорт. Если животное весом до 8 килограммов вместе с клеткой, то есть переноска, клетка, неважно, коробочка, в которую вы везете, то вы можете взять его с собой в ручную кладь, если это позволяет правила авиакомпании. У большинства авиакомпаний норма провоза по весу именно такая. Если животное больше 8 килограммов вместе с переноской, то вам нужно будет сдать его в багаж. Что касается перевозки питомцев в автобусе, троллейбусе или трамвае, то делать это разрешено, если кошка или собака находятся в клетке или переноске. Животные средних и крупных размеров должны быть на коротком поводке и на морднике. Как правило, располагаться они должны в задней части салона. Однако есть правило, по которому не разрешается перевозить в салоне вещи, пачкающие других пассажиров. К примеру, если идет дождь или на улице грязь, а у вашего пса длинная шерсть, то будьте готовы к отказу. Ведь собака может отряхиваться, вскочить на сиденье и испачкать кого-нибудь.